Новости Ставрополья. Это информационная программа День. Меня зовут Илья Захаров. Здравствуйте. И вот главная тема к этому часу. Новости Ставрополья. Новости Ставрополья. А начинаем выпуск с вкусной новости. В Ставрополе начался праздник хлеба Юга России. Это значит, что в краевую столицу съехались хлебопеки из разных регионов. Да и куда как ни к нам. Все-таки житница страны. Хлебопеки удивляют своими съедобными произведениями искусства, деревьями, музыкальными инструментами, животными. Вадим Москаленко тоже впечатлился. В их умелых руках заготовки из теста быстро превращаются в замысловатые булочки. К примеру, это кубанские хлебопеки. Торопятся. Не только потому, что тесто любит быстроту. Хотят завоевать кавказский кубок. Причем сделать это с помощью полезного хлеба. Пропаренная рожь, сухая морковь, лен, геркулес, овсяные хлопья. Все, что полезно для пищеварения. И, конечно, кавказский кубок не обойдется без традиционных кавказских рецептов. Технологи из Черкеска привезли с собой беспроигрышный рецепт хыченов с картофелем. Впрочем, кажется, что Айзана может сделать аппетитную лепешку из чего угодно с закрытыми глазами. С чем вы еще можете сделать? С мясом. Ну, любителя, кто как хочет. С чем угодно. Здесь же на витринах и готовая выпечка, которая порой поражает воображение. Хлеб готовят здесь с удивительных форм и размеров. Иногда даже по-настоящему сюжетные линии. Вы только посмотрите на этот многоэтажный каравай. Здесь по пшеничному полю идет упряжка лошадей с урожаем. Есть здесь и сами хлеборобы, ну и венец российского застолья – самовар. А по соседству из теста выросло целое дерево. Это все делано из хлеба, из кусочков, которые вместе соединены. Ну, это булочки на ленточках. Пока одни соревнуются, другие набираются опыты от московских коллег. О том, как сделать безглютеновый хлеб, наглядно рассказывает шеф-повар Евгений Берников. Много внимания уделили тому, как такое тесто замешивать. Как правило, замешивают два этапа. На первой скорости, потом на второй. Для того, чтобы сначала равномерно распределить по всему тесту все ингредиенты. А потом уже второй режим – это взбивание, размешивание и набухание клейковини при повышении температуры. Помимо мастер-классов и соревнований, в рамках хлебного праздника в Ставрополе пройдут тематические форумы и выставки оборудования для запекания. Ну а сами организаторы уверяют, многим регионам России есть чему поучиться у житницы, принимающей стороны Ставрополя. Я здесь уже не первый год, 8 лет уже участвую в этом конкурсе именно в Ставрополе. Могу сказать, что здесь замечательный хлеб. Мы оцениваем и в том числе и ваши местные команды. Но вот несколько лет подряд Ставропольское училище занимало сюда первое место. Это о чем-то говорит. Впереди еще два дня хлебных торжеств в Ставрополе. А тем временем необычную выпечку уже пробуют все желающие. Однако же в фаворитах традиционный хлеб. Хлебопекарь молодцы. Вадим Аскленко, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Привозной фальсификатор заряет ставропольских пчеловодов. Производители меда в последние несколько лет с трудом реализуют свою продукцию из-за роста объемов дешевой подделки на нашем рынке. Об этом сообщает Краевой Менсельхоз. Чтобы повысить конкурентноспособность, авропольской продукции в регионе разрабатывают меры поддержки местных производителей. В частности, пчеловодам предлагают активнее развивать кооперацию. Ее и планирует поддержать рублем Краевое аграрное ведомство. В будущем году на это направят 200 миллионов рублей. Уже созданы два потребительских кооператива в Шпаковском и Предгорном районах. Каждый из участников сможет получить до 70 миллионов рублей господдержки на развитие пчеловодства. В Краевом Менсельхозе рассчитывают, что эти меры позволят увеличить объемы продажи меда высокого качества не только внутри края, но и за его пределами. А также зайти со Ставропольской продукцией пчеловодов в торговые сети. Продолжаем выпуск. Теперь по ровненькой. В селе Надежда отремонтировали дорогу, ведущую к одной из местных школ. Сделали это за счет собственных средств и денег из Краевого дорожного фонда. О качестве работ в следующем сюжете. На самом деле дорога намного лучше. Раньше, когда мы ездили, автобус часто ломался. Я думаю, это из-за дорог. А сейчас дорогу сделали и прямо очень хорошо едут автобусы. Ученики 14-й школы в Надежде – главные заказчики и пользователи отремонтированной дороги. Рассказывают, раньше вместе со сменкой брали с собой еще и резиновые сапоги для преодоления грязевых препятствий. Раньше, конечно, были некоторые неполадки, неудобства, но с этого года все стало гораздо лучше и передвигаться стало проще. Улица Раздольная проходит от восточного обхода Ставрополь до центра Надежды. В школе 400 детей и автобус без дела не стоит. Делает 12 рейсов в день. И этот первый за 32 года капитальный ремонт дороги для местных жителей и школьников – просто подарок. В этом году мы получили такой большой подарок. Хотим сказать огромные слова благодарности всем, кто участвовал в строительстве нашего дорожного шоссе, подъездного пути. Всем огромное спасибо. Асфальтирование Раздольной обошлось в 7,5 миллионов рублей. 500 тысяч – средства села. Остальное – из Краевого дорожного фонда по программе финансирования ремонта муниципальных дорог. Конкурсные процедуры провели в начале года, получили средства. По этому же пути прошли еще раз. И сейчас заканчивают ремонт еще одной транспортной артерии – улицы Орджоникидзе. Она тоже соединяет село с федеральной трассой. Этой дороги практически точно так же, как и там, как таковой, не было никогда. Все было кусками и так далее. И большая проблема была с водоотведением. Сейчас мы делаем водоотведение и одновременно полностью ремонт дороги. Ремонтные работы будут завершены до конца декабря. Алексей Форсиков, Антон Красов, Ставропольское телевидение. А мы продолжаем выпуск. Волонтеры-медики помогают Ставрополью. В рамках акции «Добро в село» студенты медицинских вузов и колледжей добровольно ездят в село, где поток пациентов всегда очень большой. Они помогают врачам, осматривают больных и заполняют документы. Помощь, может, и небольшая, но всегда очень своевременная. Как все это работает, расскажет Джамиля Ибрагимова. Раннее утро в поликлинике села Александровского оживленно. В коридорах не пробиться. Перед кабинетами окулиста, невролога, терапевта, педиатра, десятки пациентов. Врачи только и успевают принимать больных. А ведь еще есть бумажная работа, которую тоже надо делать. В такой запарке помощь волонтеров-медиков на вес золота. Помощь волонтеров мне очень значима. Они мне помогают вести учет психиатрических пациентов, то есть фиксируют их пребывание на данный момент. Если за дверью этого кабинета волонтеры помогают заполнять документы, то тут врач-невролог и вовсе доверил будущему медику осмотреть пациента. Правда, под его чутким руководством. Вот, вот она, вот сухожили. Вот, видишь? Есть эффект старинный. Больные будут, значит, здоров. Второкурсница Анна попала к медсестре Елене Николаевне в массажный кабинет. Они мгновенно нашли общий язык, сработались. И сразу уроки массажа, секреты волшебства рук. Сегодня я получила бесценный опыт для себя, потому что имела возможность поработать с пациентом маленького возраста. Потому что в будущем я планирую работать именно с детьми, то есть пойти в педиатрию на детский массаж. Я до этого не имела такого опыта, а здесь мне дали возможность. Я очень благодарна за это. За три месяца студенты-медики уже побывали в разных поликлиниках и фапах края. В тех маленьких селах, где поток пациентов, вопреки всему, очень высокий. Мы хотим как-то немножечко помочь разгружить поликлиническую службу, фапы, потому что на фапах очень большое прохождение пациентов. И врачам, конечно, я думаю, и среднему медицинскому персоналу будет полезна наша помощь. Помощь это на самом деле двусторонняя. Волонтеры не просто помогают врачам, но и сами получают знания, которые точно полезнее всяких лекций. Ведь, как известно, практика и опыт лучшие учителя. Джамиля Ибрагимова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение из Александровского района. С каждой покупки нужно откладывать 10%, тогда точно хватит на непредвиденные траты. В Ставропольском государственном аграрном университете прошла игра среди студентов в формате что, где, когда. Главная тема – основы финансовой грамотности. Соревнования устроили в рамках Всероссийской недели сбережений, что стартовало в этот понедельник. Как не тратить деньги попусту и относиться к накоплениям бережно? Теперь знает и Леонид Нечапуренко. Какие деньги родители выдают своим детям? Карманные. Это, конечно, легкий вопрос. А вот кто регулирует обращение федеральных денег, как называется учредитель Центробанка и чем Вексель отличается от облигации, уже задачки посложнее. Участники пусть отвечают не всегда верно, зато играют с азартом. Он хорош в интеллектуальном конкурсе, но когда речь идет о личном бюджете, уже не уместен. Главное – планирование и предусмотрительность. Нужно составлять себе в первую очередь, так сказать, подушку безопасности и с каждой траты откладывать 10% себе в резерв. А вы так делаете? Конечно. Спасает иногда на выходных, если нужно в кино сходить куда-нибудь. Большинство телезрителей привыкло. Что, где, когда – это зрелище, где в центре внимания конкретная шестерка знатоков. И интрига заключается в том, выиграют они или проиграют. Но здесь участвует сразу несколько команд, представляющих разные вузы краевого центра, и абсолютным победителем станет только одна из них. Игра проходит в рамках Всероссийской недели сбережений. В регионе запланированы сотни встреч, лекций, деловых игр для людей разных возрастов. Специалисты объяснят, как обеспечить финансовую подушку безопасности, не угодить в кредитную ловушку и не стать жертвами мошенников. Мы им рассказываем о тех финансовых инструментах, которые присущи финансовой стороне, о том, как умело использовать эти финансовые инструменты. То есть наша цель в отношении – научить людей грамотно, уметь владеть и применять знания финансовой грамотности. Каждой социальной категории свой подход. Студентов решили вовлечь в серьезную тему увлекательной игрой. Для этого был разработан формат игры «Что, где, когда». И у нас есть реальная возможность посмотреть, как веселые, находчивые, креативные, умные студенты будут отвечать на непростые вопросы по финансовой грамотности. Награда за победу и утешительные призы за участие – не деньги, а кое-что поважнее. А именно инструменты, которые помогут деньги сэкономить – финансовые калькуляторы, памятки и методички. Леонид Нечапуренко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Краевые новости в режиме онлайн на сайте телекомпании stv24.tv. А у меня это вся информация. Увидимся в 19.30 на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok